Всем привет, ребята! Это будет история двух рисунков, двух одинаковых рисунков моря обычной классической пастели и масляной пастели. 13 марта 2019 года я зашел в художественный магазин и скорее из любопытства купил себе пяток мелков масляной пастели Ван Гог. Купив их, я подумал, может быть тогда заодно купите коробчонку обычной классической пастели. Пастель Мунгио вы сейчас видели. Эта коробчонка у меня стояла совершенно без дела. Я ей нарисовал небольшой рисунок Амстердама и букет сирени. То есть строго говоря, за всю свою жизнь до сегодняшнего дня я нарисовал два маленьких рисунка сухой пастели. То есть в каком-то смысле я ее не рисовал вообще. Но пришла идея сравнить эти два материала в видео. Не то чтобы сравнить, а скорее всего порисовать что-то одинаковое. И это возможно будет как-то наглядно с тех позиций, что масляная пастель совершенно полноценный и равноправный материал. Что и в том и в другом случае мы имеем дело с пигментами просто на разных связующих. В обоих рисунках я буду применять тактику обобщения больших цветовых пятен, уточнения внутри этих цветовых пятен и организация света и тени. Вот здесь видите цвета, которые я использовал у сухой пастели. То есть цветов было немного. Но так как она порошкообразная, все смешивалось достаточно легко и проблем не было. Но если бы я захотел продолжить, и я продолжил, то мне нужна была мягкая, помягче еще пастель, чтобы сухая, но помягче. И я вспомнил, что я купил тогда еще один мелок Белил Рембрандт. И им я довел чуть-чуть. То есть усилил те необычные, вот Мунгио, но она потверже просто. А Белилами довел еще чуть-чуть. В углу здесь будет стоять подпись. Вот она, вы видите ее. Чтобы потом сравнивать, мы могли отличать, где какой рисунок. Вот этим набором масляной пастели я буду рисовать сейчас все то же самое, ну примерно, не стараясь копировать, но примерно ту же самую идею. В процессе я сюда добавлю только один мелок, средне-синий такой, он как бы и не голубой, но и не темно-синий. Больше я не добавлял. Так как мелков немного, естественно, приходится вымешивать каким образом. То есть раскладывая некое цветовое пятно, проводя такую анатомию этого цветового пятна, вычленяя базовые цвета, из которых это цветовое пятно получено, накладываешь и смешиваешь. Получается тот оттенок, который нужен. Конечно, в идеале, если у меня был бы набор, скажем, 300 или 400 мелков, это было бы чудесно. А если была еще и возможность постоянно пополнять его, это было бы еще лучше. Но, увы, это не всегда возможно. Принцип создания рисунков в обоих случаях абсолютно одинаковый. Обобщаем цветовые пятна, размазываем, уточняем. Усиливаем тенью или усиливаем цвета. Может быть, опять где-то уточняем детали или цвет. Это важно с позиции некого сравнения между собой. Безусловно, масляной пастелью можно рисовать значительно более разными способами, скажем так. В том числе, ближе к масляной живописи. Но в данной ситуации хотелось держаться некой одинаковой серединке и по отношению и к сухой пастелью, и к масляной. На каждый рисунок я потратил по 2 часа. На сухую пастель 2 часа и на масляную пастель 2 часа. В случае с сухой пастелью основное время тратилось на создание некой плотности, пигмента, цветового пятна. В случае с масляной пастелью основное время тратилось на смешение. Еще одно характерное отличие от двух материалов в том, что когда получаешь цветовое пятно, в сухой пастели оно получается немного контрастней, как бы посуше. А в масляной пастели поразмыленнее. То есть вот эта зависимость от иногда нужных ровных краев в пользу сухой пастели. В масляной пастели это тоже достижимо, но с этим нужно более дольше возиться. Сейчас мы видим масляную пастель и потом поменяем местами, мы увидим сухую пастель на ближнем плане. Самая главная идея этого видео не сравнить два материала, а указать на тот факт, что масляная пастель совершенно полноценный материал со своей спецификой, которую нужно изучить, понять и использовать в работе. Пишите комментарии, свои мысли на этот счет. На этом, друзья, все. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока!